Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках после выходных. Надеюсь, что провели вы их хорошо, потому что это очень важно, как и с каким настроением мы начинаем трейдинг. В принципе, так этот трейдинг и складывается. Сегодня на открытии недели мы ожидали интересной динамики по британскому, как минимум ГЭП. Это было ожидаемо, предсказуемо, учитывая, как резко стали меняться события вокруг Брэкзита. И, в принципе, с учетом того, что в эти выходные, в субботу прошло парламентское голосование по тому самому соглашению, которое ранее уже должно было стать картой дорожной выхода Лондона, Королевства и состава Европейского Союза. Этого ГЭПа нет, друзья. Я считаю, что это даже неплохо, потому что если бы ГЭП был довольно существенным, за ним крылись бы определенные риски, мы начинаем спокойно торги, понимаем, что с точки зрения фундамента есть чем торговать, будем следить за развитием событий вокруг Брэкзита и дальше. И, наверное, как и на прошлой неделе, тема отношений Лондон с Европейским Союзом останется центральной для нас. Хорошо, что, друзья, есть что отрабатывать, есть события, за которыми можно последить, и есть события, которые изначально являются самыми настоящими фундаментальными бомбами. Ну, давайте поконкретнее, поподробнее, крупными мазками по основным финансовым инструментам. Почему сейчас крупными? Потому что мы так традиционно начинаем неделю, ну и потом за подробностями вас всех приглашаю сегодня еще и на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Мы разбираем ключевые фундаментальные события, делаем прогнозы на неделю, говорим сразу о всех событиях, которые маячат на горизонте в ближайших дней. То есть, если есть у вас возможность присутствовать сегодня, буду раз вас всех видеть и с большим удовольствием приглашать на этот митинг. Соответственно, если нет, ничего страшного, потому что как только мы закончим запись, она тут же появится в нашем канале на YouTube, сможете просматривать уже оттуда. Начнем мы с нефтянки 59.26, ситуация не меняется, но я склонен полагать, с учетом того фона, который сложился, что сейчас больше интереса, конечно же, к продажам, потому что мы работаем с новостными поводами, событиями еще конца прошлой недели, когда вышел отчет по запасам нефти, а в США запасы выросли на 9,3 миллиона. Это, соответственно, повысило ожидание того, что рост предложения с учетом замедления темпов роста мировой экономики усилит перекос спроса предложения и будет способствовать дальнейшему снижению котировок нефти, ну и, наверное, как и всех сырьевых активов. У нас был еще прогноз Международного валютного фонда до уровней экономического роста всей мировой экономики посткризисных времен, то есть периоды 2008-2009 годов, когда мировая экономика максимум, на что могла рассчитывать, это на рост в пределах 3%. Сейчас МВФ, в принципе, прогнозирует нечто подобное, хотя я думаю, что это даже несколько оптимистичная оценка. Например, если в конце концов негативным образом разрешатся события вокруг Брекзита и вокруг отношений США к Китаю, темпы мирового экономического роста процедут, конечно же, еще значительнее. По Китаю в пятницу была статистика по ВВП, за третий квартал экономика Поднебесная выросла на 6%, это худшее значение за последние 27 лет. Новостей со Ближнего Востока, которые сейчас могли бы стать катализатором роста котировок, нет. Нефть топчется на месте, друзья, я пока что все-таки понимаю, что очень многое будет зависеть от того, как будут развиваться события касательно Брекзита и отношений с США и Китая. Эти новостные триггеры, они на рынке сохраняются до тех пор, пока мы точно не поймем, будет ли позитив, либо негатив. Наверное, нам и не удастся точно определить вектор дальнейшего движения цен на углеводороды. Я пока в длинных позициях, друзья, вы это знаете, продолжаем вместе следить за тем, как трейдеры реагируют на события на рынке, события, которые влияют на рисковые инструменты. Ну и параллельно, конечно же, говорим и о прочих торговых идеях. Доллар и иена, 108.52, здесь также ситуация особо не меняется, хотя за неделю мы с вами в прошлом накопили еще два аргумента и предпосылки статистически, почему ФРС в конце этого месяца снизит процентную ставку. У нас производство очень резко просело и роничные продажи очень сильно не дотянули до прогноза экспертов и аналитиков. По Брэкзиту пока что, сейчас мы переключимся на фунт, и я объясню вам, почему картина больше негативная. Соответственно, если Англия будет из состава ЕС на условиях жесткого выхода Брэкзита, конечно же, это повысит спрос на защитные инструменты, к которым относится иена. В общем, и мягкая, потенциально более мягкая монетарная политика Федрезерова, ну и, разумеется, повышенный спрос на защиту. На этой неделе, в четверг, у нас заказы товаров длительного пользования и активность в сфере услуг США по прогнозам, опять же, нас ждут слабые цифры. По золоту, с учетом развития событий сейчас вокруг Брэкзита, я сходим полагать, что мы сможем до конца этой недели снова закрепиться выше полутора тысяч пунктов, то есть полутора тысяч долларов за тройскую пункцию, дальнейшие целевые ориентиры вам известны. Евро против доллара 1,1159. Рост европейской валюты на прошлой неделе был связан только с одним. Это надеждами на то, что достигнутое соглашение между Англией и Европейским Союзом будет артифицировано парламентом и, в конце концов, 31 октября будем готовиться к мягкому Брэкзиту. Поскольку сейчас вероятность этого фактически сведена к нулю, но так уж сложились все события, у евро больше нет политического топлива для роста. А вот, что касается других причин, то они больше склонны нас настраивать на то, что европейская валюта снизится. Почему? Потому что у нас слабая статистика. У нас ожидание того, что на заседании на этой неделе Европейского Центрального Банка Драги может намекнуть на иной подход, более агрессивный к экономическим стимулам. Это последнее заседание под его руководством и, возможно, он действительно захочет хлопнуть дверью. Анонс готовности увеличить объемы программы количественного смягчения, либо и дальше, к примеру, снижать процентные ставки, этого достаточно, чтобы еще раз нам напомнить о проблемах макроэкономических. И еще раз этого будет достаточно, чтобы мы с вами осознали, что мягкая экономическая политика, ее позитивный эффект на экономику будет совместим и может быть совместим только с более дешевым курсом национальной валюты. То есть ЕЦБ заинтересован в том, чтобы не просто ввести какие-то дополнительные фундаментальные надстройки, а в том, чтобы эти символы, инструменты прежде всего сейчас ослабили курс национальной валюты. Против евро также и протекционизм со стороны США с пятницы, как вы знаете, вступили в силу повышенные пошлины, 10% пошлины на воздушные суда из ЕЕС, 25% пошлины на сельхозпродукцию, на виски, на оборудование из Германии. И за день до этого Бундесбанк пересмотрел прогнозы экономического роста Германии до 0,5%, но вы понимаете, что с учетом последних новостей, скорее всего, в лучшем случае, на что можно рассчитывать экономики Германии до конца этого года, это на рост в районе 0,3-0,5%. Да и, в принципе, Бундесбанк уже давно прогнозировал, еще больше квартала назад, что мировая экономика окажется в рецессии, и сейчас уже этот прогноз, по мнению Бундесбанка, реализовался. Я с ним согласен. Фонд против доллара 1,2906, сейчас мы торгуемся с понижением. Друзья, поскольку британская валюта просела, очевидно, что на этих выходных Джонсон потерпел еще одно поражение. Несмотря на достигнутые соглашения с Европейским Союзом, его не удалось ратифицировать и протащить через парламент. Главным камнем преткновения по-прежнему выступает вопрос бэкстопа, который, с учетом текущих договоренностей, не устроил северно-ирландскую партвию. Именно она и блокировала прохождение этого соглашения. Джонсон не набрал достаточное количество голосов, поэтому фактически мы отброшены сейчас ко временам Терезы Мэй, когда соглашение есть, но оно не проходит в парламент. Это значит, сохраняется неопределенность и риск жесткого Брекзита. Сейчас снова пересматриваются ожидания по тому, что произойдет с английской экономикой в случае жесткого Брекзита, который, как сценарий, весьма вероятен. Доходы на хозяйстве снизятся больше, чем на 3%, экономика просядет больше, чем на 15%, в бюджете увеличится дыра больше, чем на 55 миллиардов фунтов. Но это все более-менее предсказуемо, друзья. Я считаю, что дальше у британца открыта дорога для дальнейшего снижения, потому что сейчас мы продолжаем следить за тем, как развиваются события вокруг Брекзита. Знаем, что Джонсон, как и настояло правительство, точнее парламент, отправило в ЕС письмо с прошением о переносе сроков выхода из состава ЕС за пределы 31 октября. Но параллельно было еще два письма, в которых он отметил, что правительство не согласно. Это второе письмо с этими действиями и намерениями парламента выиграть немного времени. И, соответственно, третье письмо, то, что он призывает фактически Европейский Союз не давать больше отсрочек, потому что они абсолютно бессмысленны. Я думаю, друзья, что 31 октября может произойти что-то очень интересное и, возможно, крайне негативное для британской экономики и для фунта. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всех доброго. До свидания.